Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас вечер необычный. Для меня это всегда очень важный вечер. Я готовлюсь обычно несколько недель. Адвент — это четыре недели подготовки. В это время я читаю особые тексты, кроме философских, исторических. Я перечитываю рождественские повествования, слушаю музыку, естественно, читаю бревиарий, потому что здесь очень важно подготовиться. Я думаю, что и наша с вами сегодняшняя встреча — это как раз одно из звений в подготовке к событию Рождества. Я назвал достаточно давно это так — «Образ Рождества — главный культурный код Европы». Звучит несколько высокопарно. Я действительно считаю, что именно образ Рождества во многом сформировал не только мышление, теологию, философию, социальную жизнь, искусство, но даже самое элементарное проявление быта европейцев. Нет ни одного явления в истории, которое бы не охватывало фактически целостность человеческой жизни, начиная от мышления и заканчивая от самых простых, заканчивая самыми простыми обыденными вещами. Украшением дома, обедом и прочими-прочими вещами. В конце концов, ель, я надеюсь, вы видите прекрасную ель за мной, и многими вещами праздника. Я хотел бы сегодня показать главные моменты, чтобы мы с вами вместе приблизились к пониманию образа Рождества, к пониманию его смысла. И для начала вы можете посмотреть перед нами икона. Каждая икона была, это не просто иллюстрация изображения, она требует чтения. Это тоже определенные коды. Мы здесь видим, как часто иконы изображают опечаленного Иосифа. Почему он опечаленный, может, сегодня еще поговорим. Мы видим здесь повивальные бабки. Откуда они взялись? Спросите вы. В Евангелиях этого нет. В Европе был очень популярный апокрифический текст Евангелия прото-Иакова, или прото-евангелия Иакова. И вот там все эти чудесные вещи, вплоть до введения Богородицы во храм, воспитания ее в храме. Опекун, он очень преклонного возраста, Иосиф, который ее опекает. Обет девственности, поскольку ее родители, Иоаким и Анна, не могли долго иметь детей и разочаровались в этом. И они принесли обет, если родится девочка, они посвятят ее храм и так далее. Конечно, это все не исторические, апокрифические сведения. Но здесь же и присутствует повивальная бабка в этом сюжете, и присутствуют другие персонажи. Здесь известная вам икона Рублева. Вы видите, что здесь все изображено в 3D как бы. Перед нами не иллюстрация, а сразу два Евангелия вместе взяты. Мы видим снова слева внизу Иосифа, видим повивальные бабки справа внизу, мы видим сверху волхвов, которые спешат увидеть звезду, и поклонение пастухов. Пастухи, волхвы, ангелы — это свидетели этого события. И еще обратите внимание на две картины Эль Грека. Если вы немножко прищуритесь, вы увидите игру света. Центр картины — это световая игра, вокруг которой размещаются фигуры. Рождество — это свет в темноте. И, кстати, все литургии и православная, и святая месса обыгрывают этот сюжет. Рождение Христа — это возникновение света в темноте. Света, который просвещает мир. Начало Евангелия от Иоанна. И Эль Грека очень хорошо удалось это передать. И когда мы с вами уже ближе к концу встречи увидим современное оформление городов, всю эту иллюминацию, помним, что связь между этими распрекрасными вещами и первичным светом в пещере непосредственной. Мы до сих пор, даже будучи людьми неверующими, кто-то из нас атеист, кто-то из нас верующий, когда мы видим эту иллюминацию, игру света, мы помним эту связь. Свет имеет значение метафизическое, религиозное, а не просто развлекательное. Я подобрал два фрагмента, которые могут нас настроить как инструменты на нужный лад. Это фраза Честертона. У него есть книга «Вечный человек». Советую вам ее как-то прочитать, но кусочками, потому что читать от начала до конца сложно. И фрагменты из знаменитого стихотворения Пастернака. Обратимся для начала к Честертону. Здесь, мне кажется, наиболее четко и кратко, лаконично схвачена эта идея Рождества, смысл Рождества. Для любого агностика или атеиста, знавшего в детстве Рождество, хочет он того или нет, связаны на всю жизнь два понятия, которые для большей части человечества весьма далеки друг от друга. Ребенок и неведомая сила, которая поддерживает звезды. Это сочетание идей меняет в корне нашу природу. Ведь сочетание несочетаемого – уязвимость и сила, слабость и могущество. Тут пересекаются две линии – всемогущество и беспомощность. В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Действительно, образ Рождества – это, если искать образ человечности, гуманизма, ярче всего он проявляется именно там. «Предание о Рождестве не обращает наше внимание на величие. Оно не гонит нас куда-то вдаль на край земли. Скорее можно сказать, что оно возникает изнутри, восстает из тайников сознания. Мы находим забытую комнату в глубине нашего жилища, открываем двери и видим свет. «Откапываем что-то в глубине сердца и попадаем в край добра». Он хочет сказать, что Евангелие – это и вообще сочетание этих идей, и поиск ответа на вопрос – это не путешествие куда-то вдаль, не путешествие в пространстве внешнем. Это обращение внутрь себя. И он связывает каждое поколение европейцев с этим актом – обращение внутрь. Возникает изнутри, из тайников сознания. Ну и, конечно, забытая комната, забытая дверь, забытую нами комнату. Он уже тогда достаточно активно боролся с секулярным духом Британии и обращал внимание на то, что у нас, европейцев, это есть в тайниках. Только мы эту комнату забыли. В нее нужно найти дверь и в нее войти. Но я не буду цитировать все стихотворение Пастернака, потому что нет надобности, вы его прекрасно знаете. Но я тоже обратил внимание на фрагмент, который перекликается с текстом Честертона. Потому что, мне кажется, здесь удалось Пастернаку увидеть, как из идеи Рождества рождается вся культура европейская впоследствии. Ну, начало стихотворения и такой ключевой фрагмент. «Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу вертепи на склоне холма. Его согревало дыхание вала, домашние звери стояли в пещере, над ясною теплая дымка плыла». И вот дальше фрагмент разворачивания этой идеи, он чуть ниже находится. «И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы». И в завершение стихотворения. «Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчиную шубу ослиной губы и ноздри вала. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево, от ясли рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества». Пусть для нас Честертон и Пастернак послужат небольшим видением. И сейчас мы перейдем к первой остановке нашего путешествия – это Евангелие. Откуда мы знаем о Рождестве? Из двух небольших фрагментов – Евангелие от Матфея или Матфея и Евангелие от Луки. Интересно, что они совершенно по-разному изображают это событие. Никто из современных библеистов или подавляющее большинство не считает это историческим повествованием. В этом повествовании есть зерна исторические, мы их разберем, и мы можем связать их с историческими фактами той эпохи. Но перед нами что-то, что можно назвать теологическим посылом, символическим, мифическим, но никак не историческим. Если мы рассмотрим в начале Евангелие от Матфея, здесь главные вехи такие – пророчество ангела Иосифу, приход магов с Востока. Вы знаете, что и в греческом оригинале, и в латинском переводе они названы магами. Матфея – это страны и города, которые там описаны, Восток, Анатолия по-гречески, Иерусалим, Вифлеем, Иерусалим, Египет, Галилея, Назарет. Главные две вещи, два атрибута – звезда с Востока и дары магов. Мы разберем обязательно звезда с Востока, этот образ, и дары магов. И характеры, которые очень ярко описывает Матфей. Любознательность магов. Мне часто задают вопрос, а почему маги пошли в Вифлеем? Потому что они были учеными, а учеными двигает любопытство. И поскольку они увидели звезду Мессии, звезду царя Иудейского, как говорили их данные научные, им очень захотелось на него посмотреть, как он выглядит. И вот они пошли в Вифлеем достаточно издалека. Смиренность Марии, и она постоянно подчеркивается у Матфея и у Луки. Коварство Ирода. Почтительность магов. Отчаяние матерей Вифлеема, когда жестокость Ирода, его приказ избить всех младенцев от одного до трех лет. Этот текст снабжается пятью цитатами из пророков, поскольку Матфей пишет для аудитории еврейской. И для него это знаки, связывающие события Рождества с Торой и пророками. Он хочет показать, что это предсказанное событие. Для него это часть аргументации, связывание событий с предшествующей историей. И, наконец, аллюзии текстов. Обратите внимание, сейчас в моем повествовании несколько раз будет очень важный акцент поставлен на этом. Царь Иудейский. Они пришли посмотреть на царя Иудейского. Как вы знаете, и на Голгофе была надпись «Царь Иудейский» на нескольких языках. В начале Матфей задает тон. Ученые идут смотреть на царя Иудейского. В конце повествования царь Иудейский будет распят. Усиливается также, очевидно, это логический посыл, приказом Ирода убиения, избиения младенцев. Это как бы также этот смысл. Кстати, у нас в Киеве, в лавских пещерах, в дальних пещерах, также мы причастны этой общей традиции, есть по легенде, по преданию, безусловно, реликвии вифлиентских младенцев в одном из алтарей, в подземных пещерах. Для Матфея это также предсказание мученической смерти Христа. Он тот младенец, которому удалось избежать. Но младенцы вифлиема, это как бы первая кровь, первая жертва христианства. Образы Луки. «Явление ангела Марии в Назарете». «Ангел, водя к ней, сказал, радуйся, хайра, благодать моя, Господь с тобою. Не бойся, Мария, мэфобу, Мариям. Ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус». Вот это обращение ангела «не бойся», я когда-то писал несколько фрагментов на эту тему, они сопровождают многие Евангелия. Когда произойдет событие воскресенья, жены мироносицы, Мария Магдалина, постоянное сопровождение фразой «не бойтесь». И когда ангелы открывают пастухам рождение младенца, они тоже обращаются к пастухам «не бойтесь». Перепись населения в эпоху августа. При рождении сына Мария кладет его в ясли, явление ангелов, перепись ясли. И родила сына своего первенства, испеленала его и положила его в ясли, потому что не было ему места в гостинице. Пастухи, которые содержали ночную стражу у стада, им пристал ангел, «не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, Харан Мегален». «Которое будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который и есть Христос Господь». И вот знак. «Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслих». Пастухи идут в Вифлеем и видят младенца. Видите, многие художники изображают Христа, родившегося в пещере. Здесь пещера. Образ пещеры как раз в протоевангелии Иакова. Вот откуда образ пещеры. Поговорим немножко о жанре. Сейчас вы видите самое первое изображение Рождества. Что можно сказать о жанре? Скорее всего, и Матфей, и Лука пользовались источниками. Особенно Лука. Рассказ полон гебраизмов, хотя Лука грек. Упоминаются четкие имена. Это значит, используясь определенные первоисточники. Святое семейство Марии и Иосиф — возможные авторы свидетельств. Хотя большинство библеистов сегодня отвергают эту версию. Потому что по старой версии считалось, что Евангелие от Матфея описывает события с точки зрения Иосифа. Евангелие от Луки с точки зрения Марии. Знаменитый, очень авторитетный библеист — Раймонд Браун. У него есть двухтомник «Видение в Новый Завет». Есть очень хорошая книжечка, изданная в духе Литтере. Называется «101 вопрос и ответ в Библии». Прекрасная книга. Очень ярко, просто описанная. Так вот, он реализирует и говорит, если они свидетели, то, наверное, они переживали разные события, поскольку их рассказы отличаются. Опять же, речь скорее идет не о свидетельствах, а о компоновке определенного материала. А теперь магии, немножко поговорим о них. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в один царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. Видите, это синодальный перевод церковно-славянский. И говорят, где родившийся царь Иудейский. Ориген, знаменитый христианский неоплатоник 2-3 века, впервые называет цифру «три мага». Опять же, это скорее по числу даров, которые они принесли. И также он дает первые имена магам. Авимелех, Ахазад и Фикол. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и становилась над местом, где был младенец. Вот мы видим изображение трех волхвов. Опять же, римские катакомбы. Вы видите изображение в римских катакомб. И недаром, вот посмотрите, хотя Рождество считается более поздними вставками, больше связанными с повествованием неисторическим, эти образы настолько ранние и настолько глубоко вошли в сознание ранней церкви, что они самые важные образы росписи и фресок римских катакомб. Причем такого раннего времени, когда христианская церковь еще не признана в Римской империи. Видите, Дева Мария с младенцем и магии, преподносящие дары младенцу. Здесь вы видите фрагменты саркофагов. Внизу это такой вот достаточно детский рисунок. Сверху барельеф. Очевидно, они несут достаточно тяжелые дары. Как вы видите, дары не похожи на европейских художников изображений. С VI века им уже придают персидские черты. Они здесь одеты, как персы. Это мозаика VI века. Очень известное изображение. Почему же три царя? Вот мы видим еще одно из изображений этих волхвов. Очень тяжелое, очевидно, что-то. Они приносят по преданию золото ладам и смирну, царю иудейскому. Вы знаете, что есть много символических толкований, связанных с его царством и мученичеством, и мученической смертью. А почему три царя? Кто из вас будет путешествовать по Европе и нечаянно попадет в Европу уже в первое число января, он может увидеть где-то, не знаю, в Германии или в Польше скачущих всадников красиво одетых, как цари. Как маги стали царями? Очень просто. Потому что у Исаии сказано, вы видите перед собой текст 63, «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». А свет, который упоминает Исаия у раннехристианских авторов, будет ассоциироваться со звездой. И восходящий над ним сияние, свет звезды. Отсюда маги в сознании народном, не теологически церковном, ассоциируются с царями. В Либерпантификалис, это IX век, это книги, римско-пантификальные книги, впервые появляются имена царей, которые останутся навсегда с нами. Это Каспар, Бальтазар и Мельхиор. Они станут позже символами трех человеческих рас. Мельхиор станет символом африканцев, Бальтазар, азиатскую расу будет символизировать, и Каспар европейскую. Так их художники Ренессанса и будут изображать, с разным цветом лица. По традиции считается, что они, эти мощи, находятся в Кёльнском соборе. Хотя здесь не все просто. Вот вы видите здесь, это, кстати, моя фотография, в Милане. Они в начале Санте-Усторджио хранились, но император Фридрих Барбаросса, захватив Милан, римские императоры, символический статус, считали, что Милан часть их территории. Всегда у них была борьба за Милан. Были взяты оттуда реликвии и теперь хранятся вот здесь, в соборе Кёльна. И Кёльнский собор, собственно, и построен как хранительница этих реликвий. Теперь несколько слов исторических о переписи. Дело в том, что существует очень много здесь дискуссий, поскольку Кверини стал правителем Сирии и Иудеи в 6-м году н.э. При нём никак в этом статусе не могла быть перепись населения. Тогда как понимать слова Луки? Возможно, он что-то перепутал. Тем более, римская перепись не требовала от Иудеи возвращения к своим владениям. Есть свидетельство о переписи Иудеи в 9-6-м годах до н.э. при Сатурнине. Известно также, что и Кверини проводил перепись несколько раз. Кверини стал консулом в 12-м году до н.э. А этот его статус давал им очень широкие полномочия. Лука мог просто спутать его титул, он мог проходить эту перепись гораздо раньше. Хотя некоторые современные теологи, историки, библисты считают, что поскольку Иосиф принадлежал к роду Давида, Иосиф захотел, чтобы младенец родился в городе Давидовом, в Вифлееме. Если вы представьте себе карту, Назарет находится в Галилее вверху, а в Вифлеем еще ниже Иерусалима. Это достаточно долгий путь пешком, сопряженный с рядом, естественно, трудностей и так далее. Это также будет сюжет многих художников, путешествующие святое семейство. И бегство в Египет, и путешествие в Вифлеем. Дата рождения, она конвенциональна, 25 декабря. Эту дату поддерживает Иоанн Златоуст. Впервые о ней заговорил Ипполит, это один из ранних христианских авторов. Тогда возникает вопрос, хорошо, если это декабрь месяц, но как стада могли быть вне домов? Ведь пастухи пасут стада в поле. Здесь нам подсказывает текст, не христианский текст, Мишны. Мишна — это часть Талмуда. Мишна допускает, здесь вы видите это в изображении, что в Вифлееме овец держали вне дома даже в зимний месяц. То есть это вполне согласуется с самим фактом пастухов, которые вне селения стерегут овец. И, наконец, место рождения. Это очень интересно, и здесь, казалось бы, разнятся свидетельства Матфея и Луки. Матфей говорит о том, что маги нашли Марию и Иисуса в доме, ойкос. Ясли упоминались только Лукой в эпизоде с пастухами. К тому же Лука говорит, что комнаты для гостей, каталума, им не хватило места в комнате для гостей. Но значит ли это, что Мария родила в пещере или в хлеве? В большинстве сельских домов Ближнего Востока ясли находились внутри дома. То есть скот держали в главной комнате. Это совпадает и с традициями других народов, даже европейских. И, начиная от Украины, двигаясь далее через Италию и Германию, мы находим свидетельства еще XIX века, что скот держали в доме, в одной из больших комнат. Тогда, если, возможно, Иосиф и Мария становились в доме друзей, но поскольку дом был переполнен в связи с наплывом людей, то комната для гостей оказалась занятой. И Марии и Иосифу их поселили в комнате хозяев дома. Мария могла родить в хозяйской комнате и положить младенца в каменной ясли. Поэтому дом и ясли вполне сочетаются между собой. Если Матфея обращает внимание на одно, Лука обращает внимание на другое. Рождество Христово становится способом исчисления исторических событий. Оно становится европейской хронологией. Это происходит не сразу, в несколько этапов. Денисий Малый, римский аббат из Украины, из Кифии, конечно, по поручению Папы в 525 году подготовил календарь, по которому летоисчисление велось бы от даты Рождества Христового. Год новой эры обозначают буквами «Анодомини», видите, «АД». До сих пор это во многих летоисчислениях обозначено. В советское время, чтобы уйти от религиозных аллюзий, говорили о до нашей эры и нашей эры. Ну, например, в англоязычной традиции это всегда до Христа, после Христа. То есть и до сих пор, даже если люди неверующие. Я думаю, в будущем при усилении секуляризации поднимут этот вопрос. И я думаю, что эти слова уйдут как неполиткорректно. Но Денисий ошибся, потому что он считал, он не знал, что Ирод умер в 4-м году до нашей эры. И поэтому официальное Рождество Христово смещено. Христос родился приблизительно в 4-5 году до нашей эры, а не в 1-м году. Вот возникает некий парадокс. Христос родился за 5 лет до своего рождения. Ну, потому что Денисий заложил традицию исчисления, но реально сегодня мы говорим о 4-5 годе до нашей эры. Беда достопочтенный в 731 году истории церковно-английского народа употребляет уже параллельно с классическим выражением «anni ab urbe condita», то есть «годы от основания города», а «urbs» — это «рим». И, кстати, даже у Лютера еще мы находим вот эти словосочетания, они до XVI века существуют, «от основания города». Используют также выражение «annus ab incarnationne» — «год от воплощения». Мариан Скотт в хронике 1070 года, это XI век, употребляет уже выражение «ante christum». Я был поражен в свое время, когда благодаря определенным лексиконам пришел к этим текстам. Это текст «Свитония» и текст «Тацита», оба историки античные. В жизни XII Цезаря есть потрясающий эпизод. Он описывает там в главе о Веспасиане ситуацию, в которой приходится римским легионам подавлять восстание иудеев. Это знаменитое восстание 69-70 годы, разрушение храма в 70-м году. И это стало толчком к возникновению иудаизма, поскольку религия евреев была уже без храма. Синагога — это не храм. И поскольку иудеи проявляли потрясающую выносливость, стойкость, мужество, они умирали легко, римские историки должны были объяснить своим читателям, почему обезумели эти люди, в чем дело, почему они были готовы умереть, несмотря на лучшую армию мира, на многочисленные легионы. «Свитония» объясняет так. «На Востоке было распространено древнее и твердое убеждение, что судьба назначила в ту эпоху выходцам из Иудеи завоевать мир». Но поскольку это может напугать римских читателей, он тут же толкует, что события показали, что речь шла о римском императоре, поскольку в Веспасиана армия выбирает императором там в походе. И в связи с этим «Свитоний» говорит, не беспокойтесь. Эти люди верили, что из их среды выйдет владыка мира, царь мира. Но это был потом наш римский император. Об этом же говорит и Тацет. Тацет писал свой текст в 109 году, о «Свитонии» в 121. Тацет говорит о походе Тита, о штурме Иерусалима, и описывает следующим образом. Большинство из них возлагались на пророчества защитников Иерусалима, записанные, как они верили, еще в древности их жрецами о священных книгах. Именно в это время Востоку назначено, будто достигнуть наивысшего могущества. А из Иудеи должны были выйти люди, предназначенные господствовать над миром. Тацет также относит эти слова к Веспасиану и Титу. Что здесь происходит? Мы должны понимать, что события Рождества Христового, интерес магов, страх Ирода, настроения мессианские и после воскресения Христового, не были придумкой евангелистов. Или небольших групп религиозных диссидентов первого века. Общую атмосферу ожидания изменений мира, трансформации мира, ожидания некоего могущественного царя, который будет править над миром, активно циркулировало и в среде язычников, и в среде римлян. Вот это ожидание новой эпохи, связанное с неким человеком, который придет с Востока. И эти настроения длились на протяжении всего первого века н.э. Хотя это не объясняет историчность Рождества Христового, но это показывает саму атмосферу эпохи, напряженно-мессианскую. Поэтому, дорогие мои, наши сегодняшние пандемии, экологические кризисы — полная чепуха для человека первого века. Те люди готовились переходить в новый мир буквально сегодня. Они готовились трансформировать мир буквально сегодня. А мы говорим о каких-то десятилетиях, столетиях, каких-то опасностях и так далее. Сравните наше сознание и сознание этих людей. Немножко разные вещи. Ну и, конечно же, Вергилий, которого многие христианские авторы будут считать анонимным христианином. И на рукописях мы находим такие выражения, как «папа» Вергилий, «епископ» Вергилий, «священник» Вергилий. Почему? Потому что он написал одну из эклог 43-37 года до н.э. Четвертая эклога знаменитая. И там совершенно не по поводу Христа, не по поводу Рождества Христового. Совершенно по другому поводу мы находим такие строки. «Круг последний настал, повещанию пророчицы Кумской. Сызного ныне времен зачинается строй величавый. Дева грядет к нам опять. Грядет Сатурнного царства. Снова с высоких небес посылается новое племя. К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену роду Железному род золотой по земле расселится. Дева Луцина, уже Аполлон твой над миром владыка». Приход царства Аполлона, царства света. У римлян это было связано с образом солнца победителя. Должен прийти новая эра Аполлона, новая эра власти. И понятно, что это усиливало также ожидания мессианские в достаточно широком круге людей. Ну и теперь я скажу несколько слов о празднике Рождества, как он возникал. Изначально церковь праздновала Рождество и Богоявление в один день. Это было как раз 6 января. Только позднее, чтобы подчеркнуть божественность Христа, его божественность, видите, это был теологический интерес. Это интересно, как догматика влияет на праздники и на то, как мы проводим время, что мы считаем важным, а что не важным. Решили отделить Богоявление от Рождества. Богоявление — это крещение по православному. Это когда Христос заходит, у Александра Иванова есть такая картина «Явление Христа народу». И когда Христос приходит, его крестит Иоанн и говорит, и слышится голос «Сын мой возлюбленный, на нем мои благоволения». Дух является в образе голубя. И это считается проявлением первой божественной природы Христа. Вот это Богоявление. И в католической церкви она празднуется также вот рядышком. Но этот праздник был разделен. Дата 25-я была выбрана для празднования отдельно праздника. И в календаре Филокала уже в 354 году этот праздник обозначен как Рождество Христово. Самая ранняя проповедь на Рождество принадлежит Зенону Веронскому. Верона. Прекрасный город. В конце IV века традиция празднования распространяется с запада на восток. Смотрите. Василий Великий вначале это вводит в Каппадокии. Григорий Назианзин в Константинополе, 380 год. И, наконец, обратите внимание, вот здесь вы видите фреску. Это первое вообще историческое изображение Христа в некрополе языческом под храмом Базилика Петра в Ватикане. Я как-то в лекциях рассказывал, как был найден этот некрополис и как были найдены эти все захоронения случайным образом в середине XX века. И среди языческих захоронений, а они двух-трехэтажные, большие, дома мертвых с фресками, с домашней посудой, туда приходили вспоминать о мертвых, мы находим и это крипто-христианское изображение. Это II-III век. Все эти фрески II-III века. Так вот, перед вами проповедь Иоанна Златоустого. Это первая проповедь, которая упоминает праздник, видите, даже есть четкая дата, 25 декабря 386 года. А здесь Иоанн говорит о том, что это праздник, пришедший к нам от западных братьев. И мы празднуем это в солидарности вместе с ними. Теперь посмотрите и оцените, насколько важнее то, что солнце правды посылает свои благотворные лучи, которые проникают и так далее, и так далее. Хотя этому празднику, он говорит, у нас всего лишь несколько лет. Можно посчитать, что несколько десятилетий понадобилось, чтобы праздник Рождества распространился от Рима, от Запада, через Константинополь, Каппадокию и дошел до Сирии. И шествие этого праздника, очевидно, в нем было что-то настолько привлекательное. Возможно, оно накладывалось еще на живущие и действующие традиции Рима языческого. Этот праздник очень быстро стал очень популярным. Вот здесь мы видим изображение, это наше киевское Иоанн Златоуст, мозаика Софийского собора. Так что от Киева до Рима и до Сирии всего один шаг. Очень нравится мне это изображение Веласкеса. Или вот Латур. Очень обыденно, очень просто. Праздник Рождества состоялся. Это праздник литургический, это праздник церкви. Но с XII века в Западной Европе происходят очень интересные события. И в своих лекциях по Средневековью я об этом говорил. Возникает движение. Вначале как движение мистическое, движение теологическое. XII века. Например, это связано с обновлением бенедиктинских движений. С Бернаром Клервовским. Когда очень важно для мистиков чувствовать земную жизнь Христа, переживать ее. Не просто это текстуальные вещи, не просто это смыслы. Но эти смыслы мы должны представить максимально телесно, максимально ощутимо. И эта традиция переживать и медитировать над земными этапами жизни Христа закладывает основу в XII веке вот этого интимного и индивидуального подхода. Францисканцы усиливают эту традицию. Святой Франциск, основатель ордена францисканцев, решает даже пойти на шаг, который мы сейчас с вами попытаемся очень кратко проанализировать. Он создает впервые традицию вертепов. Вот текст из «Жития Франциска». Был в той земле человек по имени Иоанн Доброй Славы. И вот блаженный Франциск позвал его к себе примерно за две недели до Рождества Господня. Как и раньше, он нередко призывал его и сказал ему, «Если ты хочешь, чтобы в этом году мы праздновали Рождество в Греччо, поспеши все приготовить, и то, что я тебе укажу, укрой тщательно». А именно, я хочу отпраздновать рождение того младенца, который родился в Вифлееме, хочу вспомнить тяготы его первых дней, когда он положен был в ясли и плотскими очами увидеть, как это он лежал в сене, а рядом стояли волк и осел. Это просьба Франциска. Выслушав все это, тот человек добрый и преданный побежал скорее в указанное ему место, подготовил все, что видел ему святой. Это традиция, которая зародилась в XII веке. Переживать воочию, переживать видимо, для того, чтобы не только наше сознание, разум, молитву, литургию это затрагивало, но и непосредственно мы могли это видеть. А вот перед нами фрески как раз создания первого вертепа в Греччо. А вот сейчас вы видите самые древние из сохранившихся вертепов. Можете посчитать, сколько времени прошло от основания первого вертепа. Всего несколько десятилетий. И вот так это было достаточно возвышенно. Сегодня традиция вертепов переживает, конечно, другой этап. И францисканцы продолжают эту линию развивать. Вот перед вами, это мои фотографии, вертеп в францисканском соборе города Кракова. Это вообще нечто потрясающее. Вы знаете, что в Кракове громадный францисканский собор, таинственный. На Рождество создаются вот такие вертепы. Они громадный, объектив не может их ухватить. И после каждого праздника вертеп центральный передается в Национальный музей Кракова. И там мы можем их наблюдать. Вот тот же вертеп, только в высоту. Вы видите, насколько это величество. Это громадное сооружение. И вот этот свет, Эль Греко, видите? Этот свет, родившийся в темноте пещеры, отражается здесь очень ярко. А чем же ответили протестанты? Потому что для протестантов все эти фигурки, скульптурки, прекрасные домики, горящие, это все язычество. Особенно в кальвинизме. И протестанты подготовили другой заход в том, чтобы мы переживали события Рождества непосредственно. Я укажу здесь на два главных протестантских вклада в празднование Рождества. В первую очередь это музыка. Иоганн Себастьян Бах. Он создает рождественскую ораторию. Я ее прослушиваю каждый сезон, каждое Рождество. Можно назвать это версией протестантской литургии, если хотите. Сам жанр оратории возник в Риме, это католический жанр. Оратория это жанр не литургической духовной музыки, то есть не церковной музыки. И задача оратории это медитация, это непосредственное рассуждение с помощью музыки над какими-то важными событиями. Рождественская оратория Баха была впервые исполнена частями на Рождество, 25-12-1734 года, и на Богоявление, 6 января 1935 года. В основу были положены тексты Евангелия от Луки с добавлениями фрагментов Матфея. Все это скомпоновано самим Бахом, то есть Бах здесь выступает как теолог, как мыслитель. Эти размышления над событиями в Вифлееме. Автор стихов неизвестен. Перед нами структура, вот вы видите здесь слева структура оратории Рождественской, а справа это рукопись, это рука Баха самого. Недавно был юбилей, вышла большая на немецком языке биография Баха, и мы там открыли много, массу новых вещей. О Бахе мы мало что знаем, биографических сведений не так много, тем не менее. Вы видите здесь 6 главных моментов, то, как я начинал мою беседу с вами, на что мы обращаем внимание. Бах обратил внимание на 6 главных явлений. Рождение младенца, добрая весть, пастухи возле ясел ребенка, младенец получает имя Иисус, маги у царя Ирода и поклонение магов. Вот вся эта оратория создается для того, чтобы мы рассуждали, слышали тексты, слушали музыку и готовили себя к пониманию событий Рождества непосредственно. Я вам процитирую один из фрагментов, это, кстати, церковь, в которой все это происходило. А вот это тоже, что говорил Честер Тон в тексте, который я цитировал в начале. Я переведу это так, последние три страфы. Тот, кто содержит весь мир, Дерд, Диганцев Эльтерхель, содержит целый мир, который создал величие и изящество мира, должен сейчас спать в жестких яслях. Вот игра на контрасте. То есть, творец мира, создатель мира, самое могущественное существо, сейчас вынуждено, как он сам захотел, лежать в твердых яслях беспомощным младенцем. И вот это сочетание двух элементов очень важно для Баха. Видите, мы вдумаемся в это, и музыка подчеркивает эти смыслы. Обобщу. Я дал настройку благодаря Честер Тону и Пастернаку. Рождество — это начало европейской культуры, европейской традиции, духа, быта, мышления, социальной жизни. Потом мы внимательно рассмотрели все главные явления Евангелия Матфея и Луки. Дева, Иосиф, пастухи, ангелы. Где родился Христос? Что за звезда с Востока? Почему туда пошли волхвы? Почему так повел себя Ирод? И рассматривая эти явления евангельского повествования, мы вышли из-за границы Евангелия в сферу более широкую. Я привел в качестве свидетелей двух римских историков — Светоний и Тацит. Они нам сообщают о напряженном ожидании прихода с Востока, с Галилеи, кого-то, кто будет править целым миром. Это перекликается с тем титулом, который впервые высказывают маги с Востока. Мы пришли посмотреть на царя Иудейского. После этого мы сделали второй шаг, второй этап. И посмотрели уже, как возник этот праздник, как он отделился от Богоявления. И как через мистику XII века и желание приблизить это событие к нам, сделать его наглядным, осязательным, Франциск придумывает такой трюк с яслями, который приживается. И сейчас нам трудно себе представить католическую семью, традиционную, без вот этих всех разных фигурочек и так далее. Ну, также я привел пример протестантского ответа. Музыка, медитация, рассуждение. Я еще добавил бы то, что меня интересовало, я всегда говорю это слушателям, когда подобные темы начинают обсуждать. Сравните образ Девы Марии и младенца из альтернативных источников. Это Коран и это Талмуд. В Талмуде мы находим враждебное, негативное отношение к Деве Марии. Она изображается, как распутная женщина, которая от солдата родила ребенка. То есть это, извините за уличное слово, токсичная тема для иудеев. Кстати, как и сами проповеди Христа, в Талмуде, авторы Талмуда, это все-таки первое столетие, доносят до нас ужас перед тем, что делал Христос. Потому что один из учителей, раввинов, говорит, нельзя, вот имейте всегда в виду, нельзя исцелять и воскрешать людей именем Божьим. То есть им в поколениях передавали образ этого могущественного проповедника, который именем Божьим исцелял. И также в Талмуде мы находим ряд, несколько искаженных версий притч Христа. Там пару притч очень похожи. Одновременно в Коране мы находим образ непорочного зачатия. Он окружен почитанием, хотя Христос не воспринимается как Бог. Вы знаете, в Коране это один из великих пророков. Но там есть фрагмент, который говорит о том, что тот, кто иронизирует или насмехается над этой тайной непорочного зачатия, в общем, будет ему плохо, не надо. Получается, что ислам окружает образ Девы Марии, девственности, уважением, почитанием. Талмуд не хочет это признавать. И третий момент, который я всегда говорю моим слушателям, это не я придумал, а это библеисты говорят. А зачем христианам включать этот скандальный сюжет в Евангелие? Это противоречит человеческой логике. Мы хотим привлечь больше сторонников. В первую очередь мы обращаемся к иудеям, очень аскетичным, строгое единобожие, строгий монотеизм, никаких чудес, никаких намеков на какие-то языческие, мифические истории, похождений богов. Только строгость религиозная. И вдруг евангелисты, или они идиоты полные, обращаясь к иудеям, Матфей, поскольку он обращается к иудейской аудитории, упоминает этот сюжет. Упоминает непорочное зачатие и то, что Дева, в 16 лет примерно было Марии в это время, рождает без мужа, без семени мужского, от Духа Святого. Это скандал. И включение это в историю, в логика контекста культурного, религиозного иудея показывает, что евангелист, скорее всего, не мог не включить эту историю. Это было рискованно, это шло вопреки логике эффективной проповеди, но это было настолько важно, и, скорее всего, это понималось как реальное событие, возможно, непосредственно от свидетельств самой Марии, мы можем это допустить, свидетельств самой Марии, что этот сюжет был включен и в повествование Матфея, и Лука. Лука собирал много историй, так начинается Евангелие от Луки, что я по прошествии времени, когда уже написан ряд Евангелий, я решил также собрать материал и создать свое. Вот обратите внимание на это. Альтернативные источники — Коран, Талмуд. И сам факт, зачем включать эту? Лучше замолчать, лучше умолчать, извините. Если я хочу много своих единомышленников, я ни в коем случае не буду об этом говорить. И до сих пор, кстати, сколько деятелей просвещения над этим посмеялись. И даже ранний Высоцкий над этим посмеялся в одной из своих песен. И, конечно, Пушкин, говорили Ады. Это все острословие просвещенцев. Кто только не смеялся над этим сюжетом. Понятно, что это рискованный ход. Но он был сделан, и он был сделан сознательно. Хотя должен был приносить больше убытков, чем прибыли. Нужно обращать на это внимание. Вообще, вы знаете, это очень интересная тема. Нам кажется, вот я приведу для затравки два таких примера. Нам кажется, что христианство очень древнее. Что когда жили эти апостолы, непонятно вообще когда. До основания вообще создания мира. Я приведу два факта. Первый, мы здесь в Отим Академе проводили практику по Августину. И разбирали несколько фрагментов его исповеди. И вот он, это все-таки автор 4 век. Так. И он говорит, что вот ему пришли и друзья рассказали о недавно умершем Антонии. Пустыненький. Антоний Великий. И это его зажгло. Он говорит, как? Даже в наше время, когда мы уже так давно после христианства, значит, живем после воскресения Христова, уже прошла вся целая эпоха. Неужели в наше время есть настоящие подвижники? А факт был, что он был первый анахарет монах. Антоний был первым. А для Августина это уже конец истории. Такой фукуяма маленький. Конец истории. Понимаете? Это первый факт. Второй факт. Я люблю рассказывать историю. Вот вы видели фреску, мозаику точнее, в Некрополис, в Некрополе под базиликой Петра. Я отдельно рассказывал, что когда принял христианство Константин, напоминаю, это начало 4 века, Миланский эдикт 313 год, самое начало 4 века, он занялся строительством главных базилик. И поскольку так случилось, что на месте храма был ипподром, и на краю ипподрома был распят Петр, и там же закопан. Это первый век. 67-й или 64-й год по разным свидетельствам. Но когда был осушен регион, Ватикан, он был очень нездоровый для жизни, там это стало самое модное место для захоронений богатых римлян. Во 2-м и 3 веке вокруг бедной могилы Петра было выстроено громадный двух-трехэтажный город мертвых с красивыми саркофагами, с комнатами расписанными и так далее. Но поскольку там кости Петра, в Писании сказано, что ты Петр, и на камне всем воздвигну я церковь свою, Константину нужно было на костях Петра построить главный алтарь католического мира. Что делать? Что делать с кладбищем? В 12 таблицах римских написано, что нельзя разрушать кладбище. Тогда решено было засыпать некрополис землей и на месте этого фундамента сделать и построить первую базилику. Четко над костями алтарь Петра. И почему я об этом говорю? Потому что, очевидно, его перезахоронили, когда строили базилику, обернули в царский пурпур. И на этом все успокоилось. И церковь 16 веков верила, что под алтарем кости Петра. 16 веков это была вера. Пока в 44 году один из работающих в храме базилики Петра не упал в какую-то дырку. Он очутился среди древних схаркофагов. Оказалось, что он попал в это старое кладбище. Было сказано Папе. В это время шла Вторая мировая. И тайком начались раскопки. Раскопки длились до середины 50-х годов. Это описано в нескольких книгах недавно вышедших археологов папских. И только в середине 50-х было объявлено Папой Римским, что идентифицированы кости святого Петра. То есть каких-то 70 лет назад, 60 лет назад впервые идентифицированы учеными, историками, археологами эти реликвии. А идентификация костей апостола Павла в базилике Павла за стенами города, так называемой, были идентифицированы в начале 21 века. 2000 лет церковь верила, что там находятся реликвии апостола Павла. А в начале 21 века, по-моему, 2004 год или 2005 год, Бенедикт XVI официально сделал заявление, что археологи, историки нашли, обнаружили, идентифицировали и так далее. Там другие истории детективные, как это делалось и что. Но эти три примера с Августином и с реликвием Петра и Павла показывают, что христианство очень близко. И какие-то вещи мы только сейчас начинаем понимать. В новых данных археологии и так далее, истории и так далее. Теперь же я хотел перейти к XIX веку. Это кажется давно, но именно в XIX веке Рождество получило новый толчок. Вначале немножко о елочке поговорим. Это второй ответ протестантов католикам. По традиции протестанты все приписывают Лютеру. Все хорошее. И вот по рассказам шел Лютер по лесу еще в 1513 году, до 17-го года, когда эти 95 тезисов он прибил, до отлучения от церкви. То есть нормальный абгустинский монах. И что делает обычно монах? Он думает, медитирует, молится. Его занесло в какой-то лес. Он увидел такую елочку. Стал молиться. Стал смотреть на небо. И увидел звезды. Большие, яркие. Ему так это понравилось. Сочетание ели и звезд. Он увидел там славу Божью. Что он неэкологичным образом срубил елочку. Почему-то у него топор оказался вместе с ним. Легенда как-то умалчивает, почему он с топором ходил, медитировал. Может он ее сломал, но это вряд ли. Может кого-то позвал и заплатил. То есть можно обрастать историю. Но он принес ее... Вот кому он ее принес, непонятно. Детей у него не было, семьи не было. Братьям принес. Братья принес вам елочку. Что? Они обрадовались. Они обрадовались. Сказали, вот теперь мы ее нарядим. И вот давайте сядем вокруг и будем водить хороводы и петь песенки. Понятно, что глупость. Допросят меня верующие в эту легенду, но мало верится. Но остается фактом другое. Что именно ель рождественская это порождение протестантского немецко-язычного мира. И вот сейчас мы в этом убедимся. Ну, например, первое письменное свидетельство, как вы видите, говорится о деньгах, которые тратятся на общественную ель. Даже шиллинги. Сколько шиллингов. Еще очень важный момент. Мы здесь видим, когда появляются ярмарки. Видите, это уже 17 век, начало 17 века. Страсбург. Это был вольный город имперский. Страсбург. И Ганновер. Где эти ели начинают продаваться. Очевидно, пользуются спросом. И вот сейчас я приведу несколько фактов литературы. Здесь литература для нас будет как Евангелие, как источник сведений. Литература всегда очень четко фиксирует какие-то явления. И мы можем, не зная исторических свидетельств, ориентироваться на писателей. Например, в страданиях юного Вертера, это 1774 год, Гёте упоминает о традиции украшать елку, как о давно известной. Дети обступают у Вертера и рассказывают ему, что скоро поедут к Лотте на елку и получат подарки. То есть уже и ель, и подарки являются давней-давней-давней традицией. В 1807 году начали продавать на ярмарках елки, Дрезденская ярмарка. В начале XIX века ель появляется как праздничное дерево в Скандинавии. И, наконец, Парижа появляются на площадях. Опять же, здесь козни протестантов. Вот посмотрите, в святом католическом Париже, тогда снова революция, и там, вы знаете, король Луи Филипп, вот инициатор его невестка короля Лютеранка Елена Орлеанской. Ну, пожалуйста, Лютеранке захотелось в Париже поставить елочку. Первую рождественскую ель в Англии установила королева Виктория. Но, опять же, когда принц Альберт приехал в Англию, все хорошо, дворец красивый, жена устраивает, родились прекрасные дети. Но Альберт говорит, нет праздника. Я немец, я без елочки, какой же праздник? И каким-то образом он нашел ход к сердцу своей Виктории. И он сказал, ну ладно, пусть, давай, пусть будет. И торжественно, вот здесь видите эту картину, идиллия семейная, он пишет своему отцу, что уломал таки английскую королеву. Он пишет следующее. Теперь у меня двое собственных детей, которых можно задаривать подарками. Фух, теперь, понимаете, для чего дети рождаются? Для того, чтобы их задаривать подарками. Иначе нет смысла рожать детей, имейте в виду. Теперь у меня двое собственных детей, которых можно задаривать подарками. Малыши с радостным удивлением смотрят на, о ужас, немецкую рождественскую елку и яркие свечи. Вот это сочетание немецкая елка будет сопровождать все упоминания в Париже, в Санкт-Петербурге. Это немецкое явление. Но после этого, что делать английской аристократии? Раз у королевы есть, мы что хуже, и у нас тоже должно быть. И постепенно от королевского дома это перемещается в дома знати. Адамов знати к простым людям. Четко по вертикали, как всегда, это общество работает. Вот видите, одно из первых изображений. Это аутентичное изображение. Видите, иллюстрированные лондонские новости. Семь лет спустя отметит для себя, и сейчас мы Диккенса прочитаем фрагмент, ель ставилась на стол вначале, она не ставилась на пол. Потом возникли разные традиции, когда я был в гостях у профессора Майера во время стажировки, и был у него дом на Майкельберг-штрассе. Это частный дом с высокими потолками. Как сейчас помню, он подвел меня к этой еле, естественно, вертеп, ну как же, католик вертеп, значит, ель очень высокая, но ель пробивает потолок. Он повел меня на второй этаж и показал, что верхушка ели пробивается с пола и поднимается где-то на вот такую высоту над полом. Это традиция баварская. То есть в доме просверливается дырочка на случай установки ели, и когда ель ставится, верхушка ее пробивает потолок, вы видите, как живое, небо, оно же в небо. Архитектура становится условной, и верхушка торчит на начале второго этажа. Поэтому там сладит звезду и спускается там ель. Так вот, перед нами пока еще установленная на столе эта вещь. И здесь я хотел бы вас протестировать литературой. Вот Чарльз Диккенс. У него есть два рассказа. Один рождественский обед 1830 года. Он описывает Рождество, но еще не упоминает ель. Вместо этого речь идет о ветке амелы. Даже в рождественской повести, о которой я скажу кратко, рождественская песня в прозе, речь идет об астролисте. Это такое растение рождественское для англичан. А рассказ написан, опубликован в декабре 1843 года. То есть посмотрите, 30-й год, еще в 43-м он упоминает астролист. Хотя уже во дворце елка стоит. В Виндзорском замке. Так вот. А вот в рассказе Рождественская елка начало 50-х годов дошло уже и до Диккенса. Наконец эта волна пришла. Он уже описывает новые обычаи. И вот как он его описывает. Вот это фильм, который я очень рекомендую посмотреть. Как создавался новый жанр. Сейчас мы о нем поговорим. О рождественских повествовании, рождественских историй. Это фильм не такой уже старый, очень ярко все это описано. Давайте вместе посмотрим, что говорит в этом рассказе Диккенс. «Сегодня вечером я наблюдал за веселой гурьбой детей, собравшихся вокруг рождественской елки. Милая немецкая затея». Видите, милая немецкая затея. Елка была установлена посредине большого круглого стола. Опять видите, посредине большого круглого стола. «И поднималась высоко над их головами. Она ярко светилась множеством маленьких свечек. И вся...» Множество маленьких свечек. Видите? «И вся искрилась, сверкала блестящими вещицами». Вокруг елки теперь расцветает яркое веселье. Пение, танцы, всякие затеи. «Привет им!» «Привет невинному веселью под ветвями рождественской елки, которые никогда не бросят мрачной кении». С 1851 года начинается традиция установления ели в церквях. «Северная пчела» пишет, Санкт-Петербург, 1841 год. «Мы переняли у добрых немцев...» У добрых немцев... А куда же Санкт-Петербург без добрых немцев? Потому что все купцы и все время все немцы. Они пока добрые, поскольку без них никуда. «Мы переняли у добрых немцев детский праздник в канун праздника Рождества Христового. Вайнахтсбаум. Рождественское дерево. Деревцо, освещенное фонариками или свечками, увешанное конфетками, плодами, игрушками, книгами, составляет отраду детей, которым прежде уже говорено было... Хороший русский стиль. «Говорено было», что за хорошее поведение и прилежание в праздник появится внезапное вознаграждение». Вот так вот детям говорено было и бедные дети в целый год вели себя хорошо. Понимаете? Этот немецкий обычай постепенно перенимает в Санкт-Петербурге в течение 40-х годов 19-го века. И вот теперь, если говорить о жанре, ну, конечно, это музыка в первую очередь, какое же Рождество без щелкунчика? Сейчас мы будем говорить о роли Рождества прикровенно или прямо в искусстве. А сейчас вы видите это премьера щелкунчика в Санкт-Петербурге. Причем роли исполняли дети, а именно учащиеся хореографических училищ. Эти фотографии премьеры щелкунчика. А щелкунчик может быть и современным, и очень современным. Даже таким. Диккенсу приписывают и создание нового жанра святочного рассказа. И я каждый год перечитываю эту рождественскую песню в прозе. Существует очень много экранизаций. В том фильме, который только что я упомянул, рассказано, как он написал эту повесть. Вообще, вы знаете, у него тогда был кризис, ему было 31 год, и возникла идея. Идея вы можете прочитать, я не буду пересказывать, то, как он создавал этот текст. Вначале к нему вообще обратились, чтобы он создал какой-то философский текст, манифест в защиту детей, в защиту обездоленных и так далее. Но он решил сделать по-другому и написать литературный текст. Я не представляю, как ему это удалось, поскольку были настолько сжатые сроки, было очень жесткие требования. Кроме того, как вы видите, он еще обратился к художнику с большой просьбой, чтобы за очень краткое время его книга была проиллюстрирована. Сам Диккенс позаботился об оформлении книги, и это был большой риск. Понятно, что у него была серьезная финансовая проблема, и нужно было рисковать. Этот риск оправдался, потому что эта книга разошлась несколькими тиражами, и он при жизни читал, возник жанр, когда писатель читает свое произведение вслух, мы знаем это из русской практики, это делал часто Достоевский, и здесь Диккенс читал это более, если я не ошибаюсь, более 170 раз, уже с тех пор написания этой повести. Я советую вам, если вы хотите причаститься к первому изданию, в англоязычной статье Википедии, вот этот, в разъясненской повести, есть ссылка на первоисточник, и там вы увидите электронную версию этого первого издания, я всегда читаю это в этой версии. Вы листаете книгу и чувствуете себя человеком 1843 года, страничка за страничкой этого шрифта, этих иллюстраций. Это сюжет из фильма 1970 года, мне он очень нравится, это мюзикл, сделанный очень современно, он смотрится как вполне современный фильм, и спустя много десятилетий. О чем же эта повесть? Я ее много раз анализировал, и сейчас у нас нет времени на это, но интересно, что это многослойный текст, который имеет не только религиозное и философское содержание. Здесь как бы Рождество проходит красной нитью. Скрудж, Марли, Духи Рождества, необходимость праздновать Рождество, необходимость открывать свои сердца, видеть людей вокруг себя, проявлять милосердие, проявлять сострадание, скажем, это главные линии этой повести. И для английской литературы, а потом это перейдет и в литературу русскую, и в немецкую литературу, Рождество и вот этот жанр связан с пробуждением, открытием сердец. Помимо философского, еще раз говорю, теологического содержания, можно говорить о таком социальном содержании. Особенно в Рождество нужно помнить, что рядом есть люди бедные, рядом есть люди нуждающиеся, люди страдающие. И особенно в это время нужно открыть сердце этим людям. Кстати, так и начинается. В первой главе мы видим, что дух Марли приходит в Скруджу и говорит именно об этом. Ему хотелось бы делать добрые дела, но уже поздно. Поэтому он призывает Скруджа пока не поздно начать этот путь, встать на этот путь. Очень забавно придумал Диккенс этот образ длинного шлейфа цепи, которую человек создает себе своими обыденными делами, своим бизнесом, а там бизнес употребляется по-английски, дело, это люди дело. Он создан из ключиков, из разных ящичков металлических. И вот бедный Марли тащит за собой эту большую цепь. И когда смотрит Скрудж в окно, он видит много таких умерших душ, которые с этими цепями летают по небу. Этот социальный сюжет очень будет важен для этого жанра. Второй важный автор Ханс Христиан Андерсон. Я недавно разбирал этот текст и в видео версии, и краткой текстуальной версии. В советском мультике и в представлении многих поколений в этой сказке отсутствует религиозный сюжет. Кстати, текст написан год спустя после текста Диккенса. Что мы там видим? Для меня я только упомяну несколько вещей. Лейтмотив это также праздник Рождества. Несколько раз звучит рождественский псалом. Розы цветут, красота, красота, скоро узримы младенца Христа. Текст заканчивается фрагментом из Евангелия. Когда Кай и Герда возвращаясь в свой дом видят бабушку, которая читает Библию. А если не станете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Опять же, в советском мультике непонятно, как Герда побеждает полчища снежной королевы. В тексте Ханса Христиана Андерсона это совершенно понятно, поскольку она читает молитву Отче наш. Потом она поет этот гимн вместе с Каем. Кай все равно не может ее вспомнить. И когда она разгоняет эти полчища, он ее не может вспомнить. И тогда Герда идет, использует метод, который срабатывал в предыдущем повествовании постоянно. Она плачет. Вот эти горячие слезы растапливают его сердце. И осколок зеркала тролля выпадает. Он ее узнает. Что здесь интересно? Я не могу сейчас полностью анализировать этот текст, но очень интересно, многословно. Вообще это не сказка для детей. Для детей тут только даются какие-то фишки, чтобы дети не скучали. Я вам приведу только один маленький пример. вот у меня есть текст. Кай сидит в чертогах снежной королевы. И Герда туда идет рассказ седьмой. Что происходило в чертогах снежной королевы и что случилось потом. Холодно, пустынно, мертво, северное сияние вспыхивало и горело так правильно, правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Кстати, образ математики нас сопровождает с самого же первого первого раздела. Когда осколок попадает в сердце и глаз Кая, он восхищается не розами, которые цветут у них в саду, а красотой математической снежинок. Они хорошо сделаны, выверены. Он математик, это другой путь к вечности. Кстати, розы это цветы Девы Марии. Розы без шипов. Закрытый сад это образ девственности, это один из сюжетов Девы Марии. Но читаем дальше. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед его треснул на тысячи кусков, ровных и правильных на диво. Снова этот образ правильности. Треснуло, но правильно. Как бы случайно, но математически точно. Посреди озера стоял трон снежной королевы. Она в это время отлучила степлые страны с ревизией. Ее нет. На нем она восседала на этом троне, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. Как бы настойчиво пробивает сознание читателя. Точность, выверенность зеркала разума. Лед, мертвенность. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в мире. Мировое зерцало разума. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его стало куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинками, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра складывания фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Кай тоже складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. Ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их занятием первой важности. это происходило от того, что в глазу его, ну тут автор нам дает понять, а то мы слишком можем забыть, о чем идет речь, это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Мне кажется, тут Ханс Христианадерсон зря нам объяснил, нам и так все понятно, но он как-то хочет еще пояснить. Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему Снежная королева сказала ему, если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, слушайте, ну это философия, это познание самого себя, быть господином самого себя, это свободный человек в определении Аристотеля и римских юристов, ты станешь сам себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков. То есть в этом предложении для взрослых большинство слов, кто знаком с философией, с наукой, с математикой, с мифами, да, если ты сложишь слово вечность, ты станешь господином самого себя, и я подарю тебе весь мир, а забыл, дети же читают сказку, и пару новых коньков, ну чтобы не было скучно детям, но это вообще, это мне кажется, очень хорошее сочетание, да, вот подарок весь мир, и тут еще пару новых коньков, вы тоже так дарите людям такие подарки, но никак не мог его сложить, теперь я полечу в теплые края, сказала снежная королева, загляну в черные котлы, везувий и этно, я побелю их немножко, это полезно для лимонов и винограда, зачем лимон и виноград, непонятно, немножко уход в сторону, и вот после этого происходит событие воскрешения Кая, то, которое связано опять же с религиозным сюжетом, молитва, читает молитву, ветры улеглись, точно заснули, девочка узнала, бросилась на шею, крепко обняла его и так далее, она читает молитву, читает псалом, идет сюжет Рождества. Таким образом, мне кажется, что эта сказка относится непосредственно к жанру рождественского повествования, сюжет религиозный, теологический, холоду знаний ледяного разума, четкой выверенности математики, искусности, искусству холодному противопоставляются такие вещи, как любовь, жар, верность, дружба, вера. Конечно, я не согласен с Андерсоном, я бы не противоставлял так математику и веру, в моем мозге это сочетается, но почему-то для Андерсона нужно было играть на этих противопоставлениях, как бы нельзя разве математику и веру объединить, любовь и разум, это вопрос, не ко мне, вопрос к Андерсену. Но прекрасные иллюстрации нашего художника киевского, и кстати, Абаба Галамага не только сделала прекрасную книгу, но и еще прекрасную электронную книгу, ее можно найти, можно подписаться, зайти, и она сделана прекрасный интерактив, во-первых, читается прекрасный текст на трех языках, эта книга есть, на русском, на украинском и на японском, японцам очень книга понравилась. Единственное, что было проблемой, в японской версии там можно играть в слова, человек, читающий эту книгу, может сам собирать слова, а нашим украинским дизайнерам иероглифы не подчинились, им было трудно решить эту задачку, как из иероглифов собирать слово в вечность, например, другие слова. И вот там все, тролли говорят своими голосами, там можно зажигать, тушить свечи, можно слушать патефон, можно слышать песню разбой, там все можно взаимодействовать с текстом, текст и читается, и диктор очень хорошо читает, при этом ребенок может играться, да ладно, какой ребенок, я не могу оторваться от этой книги и тоже играюсь. Книга потрясающая, если вы не видели ее, обязательно, это союз литературы и новейших технологий, это оказывается вещи, которые могут уживаться друг с другом. Но наше повествование должно приближаться к концу, вот девочка со спичками, небольшой рассказ Андерсона. И, конечно, это переходит в русскую литературу, жанр рождественского повествования. Достоевский, мальчик у Христа на елке, или Николай Лесков, особенно, я уже упоминал, рассказ Куприна «Чудесный доктор». И там Пирогов Николай Иванович одновременно олицетворяет собой ученого, доктора, православного старца и ангела. Это интересный образ. Ну и, конечно, Сельма Лагерлёв. Это первая женщина, Нобелевский лауреат. Большинство из вас ее знает, конечно, по Нильсу, который летал на гусе. Кстати, книга очень толстая. Мультик создан в 50-х годах, как детский сюжет. Но книга это около 500 страниц. Существует русское издание, четырехтонное, Сельмы Лагерлёв. Я особое ваше внимание обращаю на легенды о Христе и всегда перечитываю это в канун Адвента. У нее также есть прекрасный рассказ «Святая ночь» и еще ряд рождественских рассказов. Ну, а тролли и люди это очень мило. Очевидно, Лагерлёв знала толк в троллях. И рождественские фильмы. Опять, здесь Рождество не присутствует так вот теологически, философски. Некоторые из них я вам предлагаю. Вот, например, фильм «Скрудж» 70-го года, хотя есть очень много мультиков разных. «Чудо на 34-й улице». Не только я вам рекомендую посмотреть новую версию 94-го года, там суд по поводу утверждения реальности Санта-Клауса, Святого Николая, существует или нет. Хорошие схоластические дебаты. Оказываются такие, что опровергнуть его несуществованию очень сложно. Почти по Анцельму Катраберийскому онтологическое доказательство Санта-Клаусу в этом фильме неплохо развернуто. Но первая версия фильма еще черно-белого с 40-х годов, 49-го, там теологии чуть больше, но не так ярко. «Один дома», безусловно, рождественский сюжет. «Семьянин» очень хороший фильм, рождественский сюжет. Реальная любовь, ну, немножко в легком жанре, все события разворачиваются вокруг Рождества. Что происходит на Рождество? Люди находят друг друга, люди открывают свои сердца, люди меняются, люди воскресают, становятся самими собой, приходят к себе, вспоминают о себе. «Отпуск по обмену». Один из моих любимых фильмов, «Ангел Рождества», полностью соответствует жанру рождественского повествования. Посмотрите обязательно этот фильм, возможно, с него начните этот перечень фильмов. «Рождественское чудо» Джонатана Тумми, ну, и так далее, и так далее. Рождественские шоу, которые мне очень нравятся, мог бы вам рекомендовать. Рост Стюарт, прекрасная в шотландском замке, он, кстати, поклонник футбольного клуба «Селти». Кто знает, это вторая религия шотландцев. Есть две истинные религии, а не четыре, не пять. Это не какой там иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Есть Глазго Рейнджерс и Селтик. Мир делится на эти два лагеря. Вот в этом замке очень красивое шоу и потрясающая атмосфера. Прекрасный концерт стинга рождественский в готическом соборе. Игра света, древние английские рождественские песнопения, сопровождение оркестра. Очень красиво. Когда плохое настроение, за окном дождь, а у нас дождь постоянно за окном, очень советую. Шоу Бабло несколько лет подряд он делал потрясающее шоу. Видите, атмосфера очень праздничная, яркая. У нас это делал Тина Каррель. Видите, здесь свечи, аллюзия на ясли. Выглядит очень здорово. Декорации. Это последнее то, что у нас сделали в Киеве несколько дней назад. Мне кажется, красиво. Несколько городов, не буду их называть, узнаете сами. Рождественские базары. Мне иногда спрашивают, не забыли ли люди смысл Рождества? Я говорю, ну, конечно, забывают. Но даже через эти яркие вещи вспомнить о Рождестве это тоже неплохо. Я всегда пытаюсь быть оптимистом. И витринистика. Искусство украшать. Витрины. Ну и поскольку я человек нехороший, я обычно слушаю нехороших людей на Рождество. Вопрос вам, кто это? Вот с этим проще, но флаг повесил за собой. Король испанский. Да, это все короли. Важно, каких стран. Сейчас вы увидите шведа. Вот когда будет швед, не возникнет никаких сомнений, что это швед. Вот, видите? Вот тут же сомнений нет, что это швед. Шведский король. Ну что, я хочу завершить. Я надеюсь, что мне удалось показать, почему Рождество культурный код Европы. Я буду такой же дотошный, как и Андерсон. Добавлю, почему. Потому что это затрагивает, собственно, не только сферу мышления, религии, социальной жизни, политики, искусства, литературы, музыки, скульптуры, но также и проникла в самые мельчайшие простые проявления быта европейцев. Главный центр этого кода — глубина человеческой личности и то, что никакое могущество, финансовая мощь, политическая мощь не делает одного большим, чем другой. каждый человек, даже бедный, уязвимый, страдающий, может быть ближе к Богу, чем человек успешный, богатый, могущественный. Христианство не делает различий. Оно обращает нас не к тому, как выглядит человек, что он имеет, что у него есть, что он предлагает всем. А что он просто человек со своим миром и даже в самых простых людях, самых бедных, самых неприметных, преследуемых, может проявляться Бог и даже в первую очередь. Вот этот социальный посыл христианства поразил римлян еще во втором-третьем веках нашей эры. И христианство тогда еще действовало не через сильную мысль философскую, богословскую, а своей социальной доктриной и демонстрацией образа жизни, который отличал их от других людей. Этот христианский образ перешел потом во всю историю Европы и распространился по всему миру. Поэтому я считаю, что это главный культурный код Европы. И если мы понимаем, что такое человек, что такое внутренний мир личности, ценность, достоинство личности, то без христианства вряд ли мы получим ключ или код к этим важным вещам.